всем привет дорогие подписчики и зрители канала с вами локи и мы продолжаем карьеру за серёгу таранова fifa 23 вы поддержите эту карьерку своим лайком ребята сейчас серёге таранова максимально нужна ваша поддержка сожалению в прошлой серии мы не смогли пройти в полуфинал лиги чемпионов серёга таранов оформил дубль но этого оказалось для нашей команды мало не смогли мы пробиться даже в дополнительное время и интер по праву на мой взгляд оказался сильнее и прошел полуфинал сегодня я думаю мы уже начнем новый сезон посмотрим что нас там будет ждать возможно мы еще летом какие-то приобретения сделаем будет видно но у нас осталось три матча в чемпионате финал кубка германии я думаю в чемпионате можно в принципе матчи просимулировать поскольку они уже лично для нас ничего не значат мы лидируем на первом месте мы кстати говоря по прежнему лучший бомбардир в лиге чемпионов у нас там очень большой отрыв ну а здесь победа против униан берлин со счетом 3-2 грифа чуквезе а также таранов забили по голу игра против аугсбурга у них 42 очка они в середине турнирной таблицы и смотрим как завершилась эта игра есть победа тоже 3-2 таранов делает дубль и один гол на счету деста но и последний матч сезона против бременского вердера они идут вообще внизу турнирной таблицы смотрим как завершилась эта игра ну и здесь победа 3-0 снова дубль тарановый гол деста мы стали друзья игроком сезона и я думаю можно договориться о новых спонсорских договоренностях и получить плюс 100 очков одиночку таранов становится обладателем золотой бутсы у него 34 выхода на поле 62 гола 23 голевые передачи и средняя оценка в матче 8 и 6 полуфинале интер вылетел от псж 43 а манчестер сити 5-4 обыграл марсель также у нас как мы видим финал ювентус барселона в лиге европы и в лиге конференции севилья с ливерпулем вот статистика таранова в лиге чемпионов он за 10 матчей заклепал 22 гола и здесь его догнать просто никто не сможет ну а по голевым передачам лерой санэ лидирует и ближайшие преследователи уже вылетели так что я думаю санэ будет лучшим распасовщиком ну а по сухим матчем как мы видим обиль и донорума ну донорума еще финал так что возможно там он сможет показать себя и забрать шестой сухой матч кто знает последний матч этого сезона это финал кубка германии вы друзья усаживайтесь поудобнее наливайте себе чаек берите печеньки вкусняшки и нажимайте лайк подписывайтесь на канал ну а также не забывайте взлетать наш телеграм там у нас расписание анонсы выхода серии уведомления стримах новости куча полезного контента ну и заглядывать на мой второй канал с прохождениями название фандом лига и все ссылочки есть закрепленном комментарии сегодня у нас такой довольно ребята серьезный состав выходит ну и поехали болельщики потихонечку подтягиваются на стадион это финал кубка германии это шанс для нашей команды хотя бы здесь завоевать еще один трофей по завершению сезона да мы стали лучшими в лиге но хотелось бы чего-то большего в лиге чемпионов не вышло вылетели в четверть финале ну а в кубке германии у нас остался последний соперник сегодня у нас идет небольшой дождь и вот задачи нужно достигнуть 55 процентов владения мечом не проиграть в этом матче и получить оценку не ниже восьми с половиной серёга таранов и партнеры готовы но он немножко скинул себя одежды которая может быть его сковывала и сегодня он ребята заряжен хотя все другие ребята смотрите большинство с длинным рукавом равелла и хороший пас хороший пас на шмита серёга таранов момент удар штанга добить 1-0 лирой саны и серёга таранов делает этот гол вот такое вот очень быстрое начало повезло здесь немножко конечно санес отскоком но иногда и нам должно вести пятая минута 1-0 когда наша команда вот так вот уверенно начинала матчи то чаще всего мы заканчивали победителем но времени еще очень много не байер довольно хороший соперник так что ни в коем случае не будем списывать их со счетов цен максимин пытался залететь штрафную но чуквэзе встретил его не только лишь угловой десятая минута подача сыграли на вынос а там шмит может быть поборется еще одна классная передача таранов штрафной момент удар а вот здесь уже вынимай второй это 2-0 это двадцатая минута и сегодня серёга таранов со своими партнерами явно не хочет отдавать победу и классный розыгрыш и здесь уже таранов попадает створ серёге таранову главное в нужном месте в нужное время оказаться чтобы получить хороший пас ну а дальше уже как говорится дело техники с интером к сожалению не было много моментов те что были мы реализовали ну а дальше ну а дальше пришлось уже где-то импровизировать а где-то просто не хватило сил хорошая передача прошла на чуквэзу шми цены ребята сегодня наша команда неудержима это извинение перед всеми болельщиками за неудачу в лиге чемпионов здесь мы показываем все на что способны расстроен конечно галкипер ливеркузенского байера но посмотрите как прошла атака все буквально в одно-два касания Лерой Сане делает дубль а мы оформляем за полчаса три мяча в ворота соперника ну вот когда весь состав помимо Серёги в хорошей форме игра идет ну а сейчас Сен-Максимин пытается раскачать оборону пытается уйти от Деста но не тут то было ой 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 а это привоз ребята но повезло что им не воспользовался футбол из байера это хложик удар по воротам в ближний и ковель спасает Лерой Сане набирает скорость Таранов пошел на дальнюю штангу в надежде что Сане обыграет соперника прошла передача кати дальше в центр и вот здесь немножко пас не вложили в ногу Таранову а здесь будет желтая зацепил немного Таранов галкипера не хотел не хотел он этого да и желтая в руках арбитра первый тайм был полностью под контролем нашей команды ливеркузенский байер местами конечно огрызался создавали моменты но забить по итогу не смогли ну а мы оформили три мяча и сейчас Серега Таранов штрафной эх упускает мяч чуть-чуть скользнуло на него кровь кипит и хочется забить еще и Серега Таранов пытался поразить дальний угол и молодец Джонатан Та стеной встал но по итогу байер все таки смог продраться в нашу штрафную еще один удар и все таки мяч оказывается в воротах 3-1 это Вейналдум у байера тоже посмотрите какой состав Вейналдум Сен Максимин Хложек вышел на замену Жота в общем ребята то есть кто умеет играть в футбол ну и здесь Вейналдум здорово приложился по центру наших ворот и не успел среагировать Кобель 3-1 ну и туда на фланг на фланг дальше ну вы что делаете то опять это 3-2 ребята ну вот я не знаю как эта игра работает ты помогаешь в нападении всячески а потом твои защитники вот такие передачи дают зачем что было в твоей электронной голове в этот момент ну и сразу же замена после таких ошибок конечно у нас Белерин выходит это 3-2 соперник сокращает отставание уже до одного мяча и вот вся та радость которая была при счете 3-0 куда то уже резко ребята пропало побороться за этот мяч Таранов удар мяч вылетает из ворот мяч просто вылетает из ворот ребята Лерой Сане надо бить удар по воротам и снова спасает спасает каркас последние десяти минутка два раза могли забить но два раза каркас ворот спас а здесь Жонатан Та без привозов мяч в руку попал Серега Таранов добирает скорость по флангу можно катить на Сане Сане ой 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 Таранов снова чуть не снес галкипера смотрим две минуты всего лишь две минуты нужно продержаться но арбитр свести все все ребята это победа в финале Кубка Германии во втором тайме конечно Буайер добавил интриги но хотя бы на какое-то поднятие Кубка в этом сезоне мы с вами посмотрим не было у нас застатки с празднованием в чемпионате но хотя бы в Кубке Германии трофей над головой мы с вами поднимем Серега Таранов и дубль Лерой Сане помогли нашей команде выиграть в первом тайме казалось все легко и просто но во втором Байер собрался вот эта замена в концовке первого тайма когда вышел Жота она конечно обострила игру ну и паника в нашей обороне тоже сказалась вот он красавец Кубок и сейчас Джонатан Та ребята с капитанской повязкой тот парень который просто цементировал нашу оборону на протяжении всего сезона поднимает трофей над головой своих партнеров это победа в Кубке Германии нас будет ждать еще суперкубок Германии как я понимаю в начале сезона кем мы там встретимся я уж не знаю но ребята это будет шанс побороться за еще один трофей ну и Серега Таранов молодец он сегодня вылжался по максимуму как и все ребята не будем никого винить да бывают ошибки у нас тоже бывали ошибки но мы молодцы мы завоевали этот трофей и в последний месяц ребят помимо игрока сезона мы стали игроком месяца если я не ошибаюсь по-моему это седьмой или шестой наш раз когда мы получили эту награду по результатам сезона наша команда заработала 91 очко забили 108 голов пропустили 38 ну и также мы видим вылетают команды Бохум Бременский Вердер и Шальке 0-4 в этом сезоне мы дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов выиграли Кубок Германии и стали чемпионами Германии в последнем своем сезоне за дортманскую Боруссию Серега забил 93 гола и отдал 31 голевую да ребят мы 7 раз становились лучшим игроком месяц у нас новичок в команде с рейтингом 87 это центральный защитник Бреммер ребята если они останутся в паре с Джонатаном Та там еще и Фойт и Дест я думаю наша оборона должна быть в полной боевой готовности на новый сезон но не будем слишком сильно забегать вперед все таки могут быть трансферы как на вход так и на выход Ромео Лукаку присоединяется к Эвертону довольно интересный трансфер у нас стартует предсезонный турнир здесь очень интересные соперники я думаю нашему составу как раз таки надо проверять себя именно на таких командах вот наш стартовый состав сегодня у нас Джонатана Та нету но мне интересно есть ли он вообще не просто так был куплен Бреммер ребята Джонатан Та покинул нашу команду видимо им заинтересовались какие-то очень именитые клубы ну а также я не вижу в нашем составе Хендерсона его ребята тоже нет будет интересно посмотреть у нас сейчас стартует предсезонный турнир довольно сильными командами и вот стартовый состав на эту игру Равелла выходит с первых минут Бреммер и Фойт у нас теперь в паре ну и ребята поехали конечно жаль что ушел Джонатан Та он знаете вот был тем самым защитником которого было не видно а когда защитника не видно то он как раз и делает всю ребята грязную работу подчищает сдерживает и не дает сопернику забить нам нужно достигнуть 50 процентов соотношение голов к ударам 35 процентов обводки и получить оценку не ниже 7 с половиной это предсезонный турнир это Холланд против Сереги Таранова ребята в очередной раз эта парочка встречается на поле ну и в последние разы Серега Таранов показывал себя во всей красе посмотрим что будет сейчас это предсезонка команда полна сил и они сразу активно пошли в атаку ну а вот теперь Серега Таранов попробует убежать несется он на ворота соперника Таранов удар вынимай вот он первый гол Таранова в новом сезоне в ворота Манчестер Сити здесь здорово Таранов прокинул убежал и никто из защиты не успел накрыть это 1-0 ребят сегодня наверное мы сыграем вот как раз немножко на предсезонке в следующей серии закончим и там суперкубок старт нового сезона и в общем вся жара начинается по новой у нас можно сказать должно открыться второе дыхание можно попробовать в этом сезоне сыграть без поражений в прошлом было по-моему 4 ничейных результата и одно поражение ну вот будем смотреть как будет действовать наша оборона не только от нападения конечно защита наша игра зависит но и парни которые защищают наши ворота тоже должны быть в полном комплекте это Эрлинг Холланд скидка направо прострел и Брэмер выбивает мяч на угловой Кобель рискованно выходил опасная передача за спину Рафинья делал пас центр на Холланда а с такого угла можно и забить ну посмотрите посмотрите на состав Сити Рафинья минута это 1-1 удар поворотом от Шмидта вот нам бы Шмидта поменять какого-нибудь крутого ЦАПа взять здорово Серега Таранов на Чуквезу сыграл подача в штрафную Таранов и побоялся побоялся Эдерсон здесь забирать мяч намертво это Ван Бисака на правом фланге сейчас пытается раскачать Брэмера не получилось ой-ой-ой а вот это ребят привоз и это 2-1 но было положение вне игры было положение вне игры у Эрлинга Холланда и этот гол не будет засчитан понимаю конечно его негодование когда ты всеми частями своего тела хочешь забить своему сопернику и гол у тебя отнимают это конечно малость обидно еще момент это как раз таки Педри пробивал но Кобель спокоен пока ничья 1-1 а здесь грубое нарушение и желтая карточка Холланду Серега Таранов Лерой Сане ну же и пенальти пенальти ребята мяч попадает в руку Диашу и у нас на 66-ой минуте 11-ти метровый и Серега Таранов против Эдерсона Таранов берет разбег бьет поворотом 2-1 переиграл Таранов Эдерсона тот прыгнул в один угол а Таранов пробил в другой ну хоть это и предсезонная игра но посмотрите как команды бьются вроде бы знаете товарищеский турнир но все хотят выиграть Пеп Гвардиола там такие замены делает что мама не горюй здорово здорово Юндаган Ван Бисака Эрлинг Холланд ребят весь состав Сити просто бомба Пилфодан раскручивает оборону Холланд удар и спасли Кобель спас команду а здесь нарушения правил не было еще один дальний удар и снова Кобель отбиться отбиться что там пенальти нет мяч попал в руку футболисту Сити здорово мяч сохранили Серега Таранов несется на ворота соперника удар Таранова и какой момент Тарауха чуть не срезал мяч в свои ворота вот это было конечно мощно а здесь фолл против Таранова но без карточки какая борьба просто на предсезонном турнире готовы с ногами мяч выгрызать давайте-ка Лерой Сане пускай именно он исполнит этот штрафной а его меняют Серега Таранов разбег удар мяч полетел выше передача на Холланда Холланд делает скидку в центр удар поворотом отбились Серега Таранов здорово Грифо пас на Таранова Таранов заскочил штрафную удар в дальний вынимай третий вот такая вот развязка этого матча с Манчестер Сити Серега Таранов ребята забивает нерадость такая будто мы выиграли финал Лиги Чемпионов но это действительно было круто напряжение в воздухе было до самого конца на секунду могло показаться что Сити сравняется но нет хорошая контратака и Серега Таранов шикарно поражает дальний угол ворот Эдерсона это 3-1 и это финальный свисток первый хэт-трик Таранова в новом сезоне мы сейчас встречаемся с Сивилией которая в своем первом матче тоже забила 3 и пропустила 1 ребята в нашем составе появился еще один топовый защитник пару к Бремеру это Кунде рейтинг 89 но я надеюсь что сейчас не получится у нас снова какой-то ерунды эти два парня останутся у нас в команде ну и давайте смотреть кто сейчас выйдет в стартовом составе на эту игру Кунде и Фойт а где же Бремер я не понимаю зачем вы покупаете Бремера ну поставьте Дестовы на левого защитника поставьте Бремера в центр и Фойта направо ну почему почему нельзя так сделать я не знаю ну ладно давайте ребята начинать может быть конечно боится наш главный тренер сейчас сразу же поставить новых двух центральных защитников все таки Фойт немножко освоился уже в клубе поиграв пол сезона но будем надеяться что Бремер и Кунде вместе будут тоже выходить в центр обороны ну а вот задача нанести два удара по воротам сделать три передачи на половине поля соперника и получить оценку не ниже семи с половиной Сибилия в первом матче тоже выиграла но они выиграли по моему у Монце 3-1 а мы выиграли 3-1 у Манчестер Сити так что это все таки немножко разные соперники немножко разные победы Дест проскочил мимо Фойт пытается догнать Янузая первый опасный момент и Кобель уже вступает в игру вот и Сибилия Челхан наглубь пошел подавать угловой у них может быть знаете не самые такие звездные игроки но эти ребята могут забить там был фолл против вратаря или что смотрим что здесь было неужели пенальти в таком эпизоде одиннадцатиметровый а то что вратаря снесли арбитр Гонсалес берет разбег и Кобель молодец не позволяет забить Гонсалес скидка под удар удар есть и снова Кобель Сибилия прижала нас к нашим воротам Джордан пробивал в дальний угол Серега Таранов удар в дальний ух какой моментище ну же хороший момент Таранов еще один удар а здесь уже пенальти в ворота соперника и снова Серега Таранов он берет разбег он бьет по воротам и укладывает мяч в сетку 1-0 Серега Таранов на тридцать первой снова забивает вернулось Сибилия то что она не смогла завить в начале ну такая же знаете спорная рука как и в наши ворота но если на нашем одиннадцатиметровом Кобель потащил то в этом эпизоде Серега Таранов не простил соперника и это 1-0 Серега Таранов классно забросил на Лероя Сане он увидел этот коридорчик ну а вот Сане чуть-чуть запоздал новая атака Сибилия но снова не точная передача впереди здесь у нас Деста ошибается сегодня много ошибок от Деста Кунде подстраховывает и можно можно дальше на Лероя Сане Сане Шмидт передача как здесь разобрался Чуквезе как он развернулся это 2-0 и посмотрите как Чуквезе здорово опа и мяч в воротах опасно но успел успел Кунде он подсунул ногу перед нападающим у нас двойная замена и вот как раз Бремер выходит он выходит играть левого защитника забросик здорово Бремер можно катить дальше Таранов еще еще один момент и Чуквезе не попадает Серега Таранов там какой-то сумбур штрафной но получилось получилось отбиться удар Гарси мяч залетает ребята ошибся вратарь не сильный удар но он прям нырнул в дальний нижний угол и такое чувство что голкипер просто не ожидал это 3-0 вот так из Сибилии мы разбираемся и уже Гарсия забивает но мне нравится пока на предсезонке настрой нашей команды мне очень нравится вот как знаете был настрой на финал Кубка Германии вот он до сих пор остался таким будем надеяться что он он не погаснет на старте сезона Таранов залетел в штрафную удар в дальний голкипер спас это победа во втором матче на предсезонном турнире в следующей серии мы его закончим сыграем в суперкубке Германии а также стартанем уже в чемпионате ребята с вас лайк комментарий подписочка все по старинке ну а с меня как можно скорее новый выпуск ну и не забывайте залетать телегу и на второй канал все ссылки в закрепленном комментарии с вами был Локи увидимся пока пока пока